Новый год, новые законы. Изменения для иностранцев в Польше. Что подорожает в 2023 году? Есть и хорошая новость. Где искать работу в этом году? В этих сферах вакансии есть всегда. Прощаемся с макулатурой. Ужонд по делам иностранцев переходит на электронный документ оборот. Добрый день. Вы смотрите Profi Personal News. Мы надеемся, что наступивший год будет легче предыдущего. Команда Profi Personal News специально для вас приготовила полезные новости Польши, чтобы вам было легче ориентироваться в водовороте новых законов и правил. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, чтобы больше людей узнало эту полезную информацию. Тест на возраст. Вы когда-то писали бумажные письма? Мне 27. Я еще застал это время. А вот моя коллега Настя, которая 24, писала только электронные письма. К чему это я? Похоже, с каждым годом бумаг в нашей жизни становится все меньше. Вот и Ужонд по делам иностранцев переходит таки на электронный документ оборот. В 2023 году изменится правило приема на работу иностранцев. Трудоостройство иностранца в этом году должно быть полностью электронным. Получение разрешения на работу и принятие заявления о поручении работы иностранцу будет происходить через уже существующую IT-систему. В связи с тем, что Польша массово переходит в электронный режим, уже создана такая новинка, сайт, который называется most.judжемцы.gov.pl и с помощью этого сайта можно высылать заявки в множество разных инстанций, в том числе и в ужин до справ цуджемцев. Предполагается, что в будущем с помощью этого сайта можно будет отказаться от бумажных заявок и полностью все делать в электронном формате. Конечно, это будет намного проще, лучше, поскольку на сайте есть множество подсказок. Практически любой человек на любом языке сможет сделать то, что ему требуется. Спасибо, Наталья. Продлят, не продлят. Много говорили в конце прошлого года о продлении действия документов в связи с эпидемией COVID. За разъяснениями мы снова обратились к специалисту. Многие ожидали, когда же будет подписан закон, который дальше продлит все документы, такие как карта побыта, виза, без виз. Так вот, этот закон уже вышел, и сейчас все документы продлеваются до конца марта 2023 года. То есть, если у человека, например, была карта побыта, которая окончилась во время того, как еще действует этот закон, то человек имеет полное право находиться на основании этой карты на территории Польши, и если человек захочет, то подавать документы на новую карту побыта и ее получать. В ProfiPersonal целый отдел по легализации всегда тщательно следит за тем, чтобы наши работники были официально трудоустроены и не переживали за свое пребывание и легальность работы. Если вы хотите всегда быть в курсе всех изменений в законе Польши, оставайтесь с нами и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Хорошая новость пришла, откуда не ждали. Касается она роста цен. Антиинфляционный щит остается с нами в 2023 году. Министр финансов Магдалена Жичковская подписала постановление о продлении действия нулевой ставки НДС на продукты питания. Временное отсутствие НДС распространяется, например, на такие продукты, как мясо, рыба, молочные продукты, крупы, жиры и масса животного и растительного происхождения, орехи, овощи и фрукты. Раньше на эти товары начислялась ставка 5% НДС. В Польше всего один город-миллионник. Это Варшава. А общее количество городов в стране приближается к тысяче. С 1 января на карте Польши появилось 15 новых городов. Многие из них уже были когда-то городами, но по каким-то причинам этого статуса лишились. Сейчас они вновь наделены таким статусом, так как большинство населения не занято в аграрном секторе. Это неудивительно, ведь за последние годы в небольших населенных пунктах появилось огромное количество рабочих мест, не связанных с сельским хозяйством. Здесь растет перерабатывающая промышленность, современные склады, промышленные предприятия крупнейших международных брендов. Да и жизнь здесь, как правило, комфортнее, чем в крупных городах. Обращайтесь к нам в международную компанию по туда устройству ProfiPersonal, и мы подберем отличную работу. Похоже, в этом году у нас есть возможность распрощаться не только с бумажными письмами в Ужонт, но и с уной макулатурой. Еще одно антибумажное изменение вступит в силу во второй половине года. С сентября 2023 года ритейлеры смогут выдавать электронные чеки. Покупатель сможет выбрать, предпочитает ли он получать бумажную распечатку покупок или электронный чек. Какой в этом смысл? Мы спросили у IT-специалиста. Проанализировав данные внедрения в других отраслях, был сделан вывод, что более 90% покупателей соглашаются получать электронные чеки вместо бумажных. Кем-то движет забота об экологии, кто-то не хочет потерять персональные предложения, которые приходят вместе с чеком, и не стоит забывать о том, что электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Спасибо, Лев. Есть продукты, которые подорожают в этом году довольно существенно. Хорошо, что я ими не злоупотребляю. С 1 января 2023 года акцизы на алкогольную и табачную продукцию вновь повысились. Правительство объясняет, что хочет позаботиться о здоровье поляков и воспрепятствовать использованию стимуляторов. Ставка акциза на алкоголь в следующем году увеличится на 5%, а на табачные изделия – на 10%. По данным Минфина, повышенный акциз должен привести в государственный бюджет 2,4 млрд злотых прибыли. Но будем надеяться, что эти средства благотворно повлияют на экономику Польши. А пока прогноз не слишком утешителен. Экономика Польши продолжает замедляться. Но работники из Украины и других стран и в дальнейшем будут оставаться желанными на рынке труда. По данным Управления социального страхования Польши, в конце 2023 года количество иностранных работников, которые платят страховые взносы, достигло рекордных 1,1 млн человек, что на 21% больше, чем в январе прошлого года. Большинство из них – граждане Украины. Замедление роста рынка труда существенно не влияет на безработицу в Польше, которая в этом году была самой низкой за последние годы. Как утверждают эксперты, спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины и в дальнейшем останутся приоритетом в трудоустройстве для польских работодателей. Ожидается рост числа вакансий в отраслях, где обычно трудоустраиваются иностранцы, в том числе беженцы, производство товаров массового потребления и логистика. Для тех, кто сейчас в Польше ищет работу или только планирует приехать, есть вакансии в логистике, на складах и на производствах. В основном эта работа связана с комплектацией, упаковкой продукции. Это такие известные фирмы, как «Интеркар», «Зеланда», «Инпост», «Дипиди», «Амазон» и другие. «Профиперсона» получает новые крупные заказы от клиентов на весь 2023 год. Приглашаю всех, кто ищет работу в Польше, позвонить по номеру, указанному на экране, и мы подберем вакансию именно для вас. По данным Главного статистического управления в Польше, нехватка работников, особенно квалифицированных, все еще препятствует полноценной работе многих компаний. В ноябре на это указывали около 4 из 10 работодателей в строительной отрасли, а среди крупных компаний – почти половина. Желаем только хороших новостей. Подписывайтесь на социальные сети «Профиперсонал». Все ссылки в описании к этому видео.